Здравствуйте, друзья! По дороге домой из офиса хотел поговорить об одной такой тонкой штучке, относящейся к американской жизни. И штучка это такая, что если вы ее понимаете, то можете избежать очень многих ошибок в отношениях с государством и бюрократией в целом. Ну вот государство в особенности. Говорю я это сейчас в контексте заполнения заявки на участие в лотерее Гринкард. Но на самом деле это не только на заполнение заявки распространяется. Когда вы, допустим, выиграете и начнете заполнять форму DS-260, потом вы приедете в Америку и какие-то другие формы вам тут подвалят немало. Увидите еще. Но давайте ближе к делу. Сегодня 28 августа. Через буквально 5 недель. Правильно я говорю? Через 5 недель. 2 октября, по-моему, да, начинается прием заявок. Очень-очень много вопросов у людей возникает по части того, как написать. Вот как написать правильно имя? Потому что у него в водительских правах там вот одними буковками, а в паспорте другими, о свидетельстве о рождении там еще как-то. И пошло и поехало. Как, блин, написать? Или вот он фотографию сделал, а можно было так, а можно было так, а можно сяк. А как все-таки правильно, как не ошибиться? Значит, есть очень важный принцип. Когда государство на вас смотрит глазами чиновника, понятно, что разные чиновники могут по-разному что-то там. Но есть вещи, где все чиновники одинаковые. Это как Верховный суд. Там есть левые, там есть правые. Но по очень многим вопросам они единогласно голосуют. Все 9 голосуют единогласно. Так же и чиновники. Есть вещи, которые вам не спустит никто, никогда, ни при каких обстоятельствах. Допустим, если вы не указали ребенка, да, и выиграли, и вы не приедете в страну. Если вскроется, что вы не указали ребенка, все, на этом все закончится. Понимаете? То есть есть вещи, которые не проскакивают. Государство смотрит на вас и спрашивает себя. Вот этот человек, который что-то тут слегка намудрил. Ну, что-то он не то сделал. Если вы сделали все то, на вас и смотреть никто не будет. Ну, заходи, проходи. Но вы-то, вы-то спрашиваете себя, как сделать лучше, да, значит, есть варианты какие-то. И что, если вариант какой-то такой, что у вас сомнения вызывает, да, как пойти? Государство смотрит на вас и думает, этот человек, он мудрит чего-то, прикидывается, в игры играет, дурачка из себя строит и так далее. Или он абсолютно как бы натуральный такой, честный, искренний человек, который даже не пытался никого не обмануть, не обхитрить. Ну, то есть он сделал максимум того, что он мог. Вот есть такая формулировка, вот когда вы подписываете всякие там формы, вы заполняете, заполняете, и вы должны там сертифицировать. То есть вы говорите, что to the best of my knowledge, да, to the best of my knowledge, я не гарантирую, но я делаю максимум того, что я, вот, как бы, да, могу сделать. Вот вы должны это писать максимально открыто, честно и так далее. Сомнения в честности, в максимальной честности, они как бы вызывают, в общем, проблемы. Теперь, значит, значит, первое, мы не мудрим. Значит, второе, что существенно. То есть вот спросили, мы отвечаем, отвечаем искренне, отвечаем правдиво, не пытаемся улизнуть там или что-то. Потому что все, что мы пытаемся, где мы пытаемся улизнуть, это все против нас. Но вот вопрос. Как правильно написать фамилию? Вот говорят, а, и даже город, вот город, из которого ты, вот, где ты там родился, да, или там, где ты проживаешь. Хотя, где ты проживаешь, вообще неважно. Ну, в смысле, можешь с ошибкой написать, никого не интересует там этот адрес. Ну, вот город, где ты родился. И, может быть, этого города уже нет. Да, например. И там водохранилище сейчас на этом месте. Может быть, этот город переименовали. Скорее всего, его переименовали. Особенно, если человек по стаже. Как правильно написать? Вам говорят, ну, вот, вы пойдите на Google Maps и посмотрите, как этот город пишется на американской Google Maps. И у вас появляется аргумент. Обратите внимание. Дело не в том, правильно вы написали, неправильно вы расписали. Хрен его знает, как там правильно или неправильно. Но у вас есть аргумент. Вы говорите, я сделал то, что мог. Я пошел на Google Maps. Вот распечатка с Google Maps. Вот оно показывает, как я это сделал. Аналогично. Вы можете взять паспорт. У вас, может быть, в паспорте, например, говорят, у вас делают как в паспорте. Но правильнее делать не в паспорте, а, например, в свидетельстве о рождении. Да, свидетельство о рождении первичный документ. Паспорт выписывается на основе свидетельства о рождении. Поэтому, если сравнивать свидетельство о рождении и паспорт, гораздо правильнее было бы взять свидетельство о рождении. Но, но, паспорт это тоже документ. Вы говорите, я так написал, потому что у меня в паспорте так Вот мой паспорт, вот пожалуйста, вот вам копия Если реально паспорта нет, значит вы или там поменяли его, или собираетесь поменять Вы сделали копию с паспорта, вы говорите, я сделал то, что я мог Я не пытался уклониться, я не мудрил, я не хитрил Я не заполнял там 4 заявки с разными вариантами имени, места рождения Или там бог знает чего еще Нет, я сделал максимум того, что мог сделать To the best of my knowledge, вот у меня документ есть Вот копия, пожалуйста, вот паспорт Или копия паспорта Там дальше начинается, значит, да, город, где ты родился, фамилия Фамилия бывает у человека там в трех местах по-разному написано Ну что делать? Вы можете на самом деле пойти и практически любая фамилия, которая есть там Скажем, в России, в Украине, там, я не знаю, там, допустим, вы там не Чапаренко Не Чапаренко И вы можете пойти на какой-нибудь там американский гугл Английскими буквами написать Не Чапаренко, да? И вы пойдите в Википедию Наверняка в Википедии есть какой-нибудь Не Чапаренко Там есть какой-нибудь Портнов Там есть наверняка Рабинович и не один Так? Или там, я не знаю, там, абсолютно Это может быть в Википедии Это может быть в каких-то архивах Хрен знает чего И вы там найдете не Чапаренко абсолютно любым спелом Там будет через букву I Там будет через букву Y Там будет через K Или там будет там CK Любой, это не важно Вы говорите, я пытался понять, как правильно Да, потому что паспорта, загранпаспорта у меня нет Да, значит, я вот, пожалуйста, нашел однофамильцы Вот я вижу вот так Вот в Википедии так написано Нормально Может быть, в Википедии ерунда написана, но это не важно Вы не отвечаете за правильность написания в Википедии Вы отвечаете за себя За то, что вы сделали то, что разумный Разумный человек Ответственный и разумный человек Сделал бы на вашем месте Да? Reasonable person Сделает на вашем месте Вот и все Особенно, если у вас есть паспорт Понимаете? Если у вас есть паспорт, допустим Вам вдруг показалось, что в паспорте у вас неправильно фамилия написана У вас и паспорт там, допустим, русскими буквами И свидетельство о рождении русскими буквами И так далее Ну что делать? Вот у меня, например, папа был Ее фамилия была оригинально Портной А Портнов Получилось так, что Маме, когда родители расписывались Ну это в части, в гарнизоне происходил Он военный был И в гарнизоне женщина, которая там этим занималась Она не смогла взять женский род от фамилии Портной И вместо того, чтобы написать Портная Там, Наталья Семеновна Она написала Портнова До сих пор вот у нас на канале через один Гэт Портной Там у Портнова спроси Там Го, у Портнова Го Ну такие же безграмотные Вот как это вот Там с шестью классами образования сидела в гарнизоне Вот сейчас вы с высшим образованием то же самое Каждый второй абсолютно нефункциональный Нефункциональный, неграмотный И вот она так, вот ей написали Получается, он Портнов Он Портной Она Портнова А дети Понимаете? И вот сейчас, давай сейчас начнем по документам ковыряться А я не, я не Вот у меня свидетельство о рождении есть Вот я Портнов Мне бессмысленно говорить, что я там Портной Или что я там чего-то Я родился Портнов У меня свидетельство о рождении написано Понимаете? Но я могу вдруг Вот если я сейчас вдруг захочу сказать, что я на самом деле не Портнов А я на самом деле Портной Вот я в Америку уехал Я хочу исправить ошибки Или там собираюсь уехать в Америку И не собираюсь там быть с какой-то искаженной фамилией Вот я сейчас напишу, что я Портной А документ у тебя есть, что ты Портной? Ты говорила, вот у меня папина свидетельство о рождении. Так это на папу, а на тебя документ где? Написано Портнов. Что же ты, имея документ, не пошел по документу? И вот начинаются проблемы. Понимаете, да? То есть, сделал ли ты то, что разумный человек, и то есть такая формулировка, она называется reasonably prudent person. Юридическая формулировочка. Значит, и все. А ты, значит, не reasonably prudent. А может ты вредный какой-нибудь, может ты специально, может ты какую-то подлянку. И пошло, и поехало, и поехало. Поэтому я вам показываю, как важно, как важно, и что важно. Исключительно важно, что. Показать, что вы без камня за пазухой. Что вы вот этот reasonably prudent person, который сделал максимум того, что мог сделать. Вот вы могли сделать, а могли не сделать. Вот я смотрю, там у меня человек, там все время студенты говорят, я вот там работу ищу, мне не звонят. Я начинаю смотреть, как он свои профайлы написал, еще что-то. У меня видео есть. Вот я сегодня этот урок вел. Урок номер 17 мне называют. И вот я говорю, у тебя же видео есть. Там же написано, как. Я же там, мы разбираем все элементы этого профайла. Что же ты не сделал то? А что же ты мне не показал то? По протоколу он должен сделать профайл и мне скинуть, чтобы я ему сказал, чего исправить. И он сделал дерьмо, дальше он мне не скинул и пошел через задницу все делать. Ну так а что ты хочешь? Чего же ты хочешь? Понимаете? То есть надо быть элементарно, ну как бы аккуратным, здравомыслящим и как бы... Тут еще в чем тонкость. Дело в том, что там очень много мошенничества всякого. И когда вы имеете дело с государством, особенно с иммиграционными делами, у вас нет презумпции невиновности. Наоборот, там презумпция виновности. Вы должны доказывать, что вы не верблюд. Это на вас лежит. Это не они доказывают, что вы верблюд. Это вы должны. А они смотрят, вы напортачили и говорят, наверное, верблюд. Вы говорите, да нет, я там... от Ивана Ивановича, мне Михаил Петрович, подмигните ему, сказать, я от Силикон Вал и Войс, так и подмигните. А дядя Миша, так знаете, и подмигнуть. Левым глазом, обязательно левым. Так, подмигнуть. Я вот оттуда. А они говорят, нет, скажут они, мы дядю Мишу знаем. Он с такими козлами дел не имеет. Понимаете, какая история? Так что, друзья, я вам описал вкратце. Я надеюсь, вам было полезно. Может быть, даже и занимательно. Счастливо. Я, кстати, в заключение, я сейчас делаю видео, специально в одном сюжете соберу самую квинт-эссенцию всего, что связано с лотереей Гринкард. Оно будет непродолжительным, но квинт-эссенциальным. Вот так вот там все будет, вот то, что надо. Без того, чтобы высолью по древу, без того, чтобы там миллионы разных тонкостей, но вот 98% того, что надо знать, будет в одном небольшом сюжете. Я как раз сейчас над ним работаю, и вот у меня как бы наболело. Счастливо!